Священное Писание и потом само святоотеческое учение достаточно много говорит о том, что такое пост, исходя из чего, уже можно и делать соответствующие выводы. Постом-то, разумеется, вот будет первая неделя поста, например, в среду первой недели поют постящиеся братья телесни, телесно, телом, постимся и духовно. И затем перечисляется, что мы должны сделать, как оставить вражду, неприязнь, осуждение, напротив, должны помогать другим людям, воздерживаться требуется от телесных излишеств всех и наслаждений, хоть какой-то период, одним словом, побыть тем человеком, которым в конечном счёте человек и должен быть стать. Вот так. Вот что такое пост – это воздержание. Причём, какое воздержание? Например, преподобный Пимен Великий говорил «Мы убийцы не тела, а страстей». Это замечательно! Замечательная, я бы сказал, мысль, которая сразу открывает ответ на, в частности, поставленный вопрос, как поститься надо. Надо не убивать тело, но не давать ему той вольности, которую мы постоянно себе даём. Ведь мы же, ну, посмотрите, даже в отношении пищи, прежде всего. Но кто же, когда не ест досыто, а ещё чаще и сверхсыты, даже в этом плане. И говорят, вот, Евангелие говорит то-то, нельзя и так далее. Какое Евангелие? Да любой врач скажет! Переедание крайне вредно для организма. Все, как правило, желудочно-кишечные заболевания и прочие органы в первую степень страдают прежде всего. Страдают от чего? От этого, простите меня, обжорство. Потому что человек ест не то, сколько ему нужно, он переедает постоянно. А вы знаете, есть очень интересные слова у сподвижника в арсенофии Великого. Это шестое столетие сподвижника, который остался в истории как Иоанн Пророк. Он отличался, вот был у него этот дар. Так он говорил даже так, говорил так, что любая пища, если её принимать досыто, не объедаться, досыто, любая самая полезная пища, если её принимать досыто, становится вредной. Даже если досыто. Так вот, речь идёт о чём-то. Речь идёт, во-первых, о посте тела, который касается и характера пищи, и, конечно, количества, само собой разумеется. Но церковь постоянно настаивает, не только о теле идёт же речь, речь идёт ещё о душе. Ну и вот теперь перед лицом, перед лицом этой ситуации можно понять, учитывая, что происходит на день рождения. Ну, представляем, хотя ситуация может быть, так сказать, от минимального до широчайшего горизонта, но все понимаем, что здесь уже, конечно, трудно находиться человеку в рамках этого поста. Но, с другой стороны, мы видим предупреждение того же апостола, что мы будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Дело в том, что иногда не пойти для кого-то, это будет просто поступок чуть ли не враждебный, просто оскорбительный. И человеку, человек тогда вынужден, конечно, должен поставить приоритеты в этих вопросах. Ну, я тебе скажу, что, хотя и сложнее в весёлом пиршестве сохранить умеренность, но всё-таки, когда присутствует христианское сознание, то хотя бы отчасти, но может человек это сделать. И в таком случае он должен особенно не забывать об этом. Продолжение следует...